МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Надежда Пешеконова. Я и мои коллеги в ближайшие 30 минут расскажем о главных событиях дня. Смотрите сегодня в выпуске. В Волгограде продолжается реконструкция кинотеатра «Победа». Уже в 2023 году здесь откроются современный кукольный театр и детский центр. Это совершенно уникальная будет площадка, где дети будут иметь возможность развиваться, заниматься творчеством, мастерить вместе с опытными мастерами. От жары плавится даже асфальт. В этом году Волгоград впервые за несколько лет столкнулся с самой настоящей африканской жарой. Прямо пустыня. Пустыня. 200 градусов. Вообще невозможно. Уникальные цветы. В поселке Лебяжья поляна зацвели лотосы, но есть проблема. Цветов становится все меньше. В этой ситуации мы разберемся, поизучаемся. В связи с чем же это связано, возможно, с какими-то климатическими изменениями. Волгоградка Екатерина Бурзунова создает невероятно авторские куклы, ручной работы. В ее коллекции уже более полутора тысяч экземпляров. Сначала приходит образ. Зависит от погоды, от каких-то эмоций, от впечатления днем, может быть, недели, от времени года. Спонсор выпуска новостей – торговый комплекс «Титовский». Место, где есть все. Торговый комплекс «Титовский» находится в самом сердце Краснооктябрьского района. Широгий ассортимент товаров для дома и дачи, одежда для взрослых, мам и детей. Продовольственный рынок, свежее мясо, фрукты и овощи – все необходимое вы найдете здесь. Торговый комплекс «Титовский» – место, где есть все. Ждем вас ежедневно с 8 до 20.00. Улица Титова, 43А. Глава Волгоградской области Андрей Бочаров посетил с рабочей поездкой кинотеатр «Победа», где продолжается масштабная реконструкция. Глава региона подчеркнул важность сохранения исторического облика здания, в котором уже в 2023 году откроется дом детства с современным кукольным театром. Подробности у Ксении Колосковой. Кинотеатр «Победа» по праву считался одним из красивейших в Сталинграде. Раньше здесь располагалось ремесленное училище, которое было построено еще в конце XIX века, но во время Великой Отечественной войны оказалось полностью разрушено. Только в 1948 году по проекту молодого архитектора Ефима Левитана на прежнем фундаменте был построен кинотеатр «Победа». Его фасад был выполнен в обычном для того времени стиле «сталинский ампир» с колоннами у входа и внутренней гранитной отделкой. На протяжении полувека «Победа» был одним из главных кинотеатров города с самым большим экраном. Однако постепенно здание приходило в упадок. В прошлом году по распоряжению главы региона «Победу» закрыли на масштабную реконструкцию. Ну а мы, со своей стороны, конечно, исправим, уже в рамках современных требований, сделаем так, чтобы это был современным объектом, отвечающим самым высоким стандартам. И объект будет, конечно, построен. Еще раз, я прошу не пугаться вот этой всей обстановки. Она у нас рабочая обстановка. Для того, чтобы понять, что нам необходимо дополнительно сделать, необходимо было провести вот такое вскрытие. Вскрытие показало, что объект, несмотря на сложности, восстановим, что объект работоспособен. И в итоге, по итогам нашей работы, будет создан самый современный кукольный театр в России. Специалисты полностью сняли верхние перекрытия, разобрали лестничные марши, крышу и пол. В ходе демонтажа выявлены серьезные дефекты, которые потребуют дополнительных проектных и инженерных решений. Одновременно с этим стартовали восстановительные работы. Установка новых перекрытий, кирпичных колонн, а также новой кровли и коммуникаций. В администрации области подчеркнули, кинотеатр сохранит свой исторический облик. А в его стенах уже в 2023 году откроется Дом детства и кукольный театр. Это совершенно уникальная будет площадка, где дети будут иметь возможность развиваться, заниматься творчеством, мастерить вместе с опытными мастерами. Объект на вечер, скажем, сложнейший. Останавливаться мы не будем, двигаться будем только вперед. Трудности здесь никого не пугает, понимают, что это все делается для детей. Согласно проекту, внутри обновленного здания разместятся большой зрительный зал на 240 мест, малый на 84 места и многофункциональный на 100 мест. Все они будут оборудованы современной световой и звуковой техникой. Также здесь появится пространство для проведения выставок и концертов, отдельные помещения для занятия творчеством, театральные студии, мастерские техники речи, изготовления кукол и многое другое. Дети и подростки смогут ставить собственные учебные спектакли на малой сцене театра. Инициатива губернатора по созданию на базе победы дома детства поддержала министр культуры России Ольга Любимова. Новое пространство станет частью крупного культурного кластера, в который уже вошли Волгоградские музеи, обновленный ГДЮЦ, цирк. Ксения Колоскова при поддержке пресс-службы аппарата губернатора Волгоградской области. Скандал в Волжском аквапарке. Охрана не пустила мальчика-инвалида вместе с семьей, которая специально приехала из Астрахани отдохнуть в единственный аквапарк Волгоградской области. Перепалку между охранником и родителями сняли на видео, которое очень быстро разлетелось по всем социальным сетям. Когда общество станет терпимее к инвалидам и что делать, когда нарушают права ребенка, рассказывает Даниил Фешин. Семейный отдых. Именно эта фраза большими яркими буквами встречает посетители официального сайта аквапарка 21 век. Однако администрация аквапарка не учла, что семьи бывают разные, в том числе и с детьми-инвалидами. Им так же, как и обычным семьям, хочется дать своему ребенку самое лучшее. Так семья из Астрахани специально приехала за несколько сотен километров отдохнуть в популярном месте, которое еще и обещает скидку на детей-инвалидов. Но мало того, что никакой скидки не дали, так еще и на порог не пустили. А почему он должен от себя в чем-то ограничивать? Если бы у нас в стране было разграничение, абсолютно развернулся, ушел. А пока что еще разграничений нет. Дети вроде бы как бы одинаковые. Они за это уже много лет борются, чтобы не было такого. И сейчас в одном из самых больших, нашего, по крайней мере, края аквапарков, нам такое на входе говорят. У нас по правилам, видите, у нас и в правилах так и с ним. У 14-летнего Дамира аутизм. Мальчик спокойный и послушный, и уж точно бы не причинил никому вреда. Поэтому такая реакция охраны непонятна. Более того, маме с младшей дочкой разрешили пройти. А Дамиру с папой предложили остаться на улице, на 40-градусной жаре. Возмущенные родители тут же обратились в прокуратуру. Мы для чего все это делаем? Просто для нас, для поддержки таких же семей, у кого дети инвалиды, чтобы ничего не боялись. Отставите права своих детей и себя. Если вас где-то обижают, там, где это не соответствует Конституции Российской Федерации и законам Российской Федерации, нарушают права вашего ребенка и вас, вы не можете это оставить, попытаться отстоять. Там уж прокурор города Волжского, Забродин, решит права в данной ситуации администрации аквапарка Волжский 21-летний. Правоохранительные органы, в свою очередь, заявление приняли и пообещали разобраться в проблеме. В случае установления нарушения прав ребенка ответственные понесут наказание. Прокуратурой Волгоградской области организована проверка по сообщению о том, что в городе Волжском в аквапарк не пустили семью с ребенком-инвалидом. По результатам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. К сожалению, ситуация с Дамиром в случае не единичной. Совсем недавно возмущенная жительница Санкт-Петербурга требовала увезти с детской площадки детей-аутистов, воспитанников специального детского сада, расположенного рядом с ее домом. История с Дамиром уже заинтересовалась уполномоченная по правам ребенка Волгоградской области Нина Болдырева. Она отметила важность корректного отношения к детям-инвалидам и важность их социальной адаптации. Ну, отношения абсолютно однозначные, что в современном мире и, значит, при отношении государства, общества к детям с особенностями развития, ни в коем случае нельзя допускать поведение некорректного по отношению к ним. И нужно всячески стараться, значит, все их возможности и желания удовлетворить. Еще раз хочу обратиться к социально ответственному бизнесу. Держите, пожалуйста, у себя в заготовках предложения для семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Как стало известно нашему каналу, директор Аквапарка, который на связь сегодня везде не выходит, готовит специальное обращение. Но вряд ли его выступление скрасит горький осадок, оставшийся у семьи Дамира после посещения Аквапарка. Честно говоря, мне его извинения не нужны. Я это делаю не ради извинений, я это делаю для того, чтобы побольше людей об этом узнали. Вот и все. Телеканал «Волгоград-1» будет и дальше следить за развитием событий. О семье Шумуроновых силы терпения. Даниил Фешин, Анатолий Чернышев, телеканал «Волгоград-1». В Волгоградской области продолжают действовать ограничительные меры. Оперативный штаб напоминает жителям региона о необходимости соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и другие правила безопасности. В Волгоградской области продолжает действовать масочный режим. Работники торговых точек и заведения общественного питания должны носить не только маски, но и перчатки. На входе в торговые центры, офисы и другие общественные пространства в обязательном порядке проводится термометрия. Кроме того, кафе и рестораны могут работать только с 50-процентной наполняемостью зала. Запрещены банкеты и работа ночью. Без этих ограничений могут работать только заведения, получившие специальный сертификат иммунизации. В торговых центрах закрыты фудкорты и детские игровые комнаты. В регионе продолжает действовать запрет на посещение ТРЦ несовершеннолетними без сопровождения взрослых. Любые массовые мероприятия необходимо согласовывать с оперштабом. Экскурсии на открытом воздухе допускаются, при условии, что в группе будет не более 35 человек. Волгоградцы, приехавшие из-за рубежа, должны знать ПЦР-тест и соблюдать самоизоляцию до получения результата. Продолжается в Волгоградской области и прививочная кампания. Так, в регионе введена обязательная вакцинация для некоторых трудовых групп, в первую очередь тех, кто по долгу службы контактирует с большим количеством людей. Роспотребнадзор порекомендовал работодателям усилить разъяснительную работу, а также предоставить вакцинировавшимся сотрудникам дополнительный выходной день. На предприятиях региона прививку от ковида должны получить не менее 80% работников, чтобы избежать вспышки заболевания в коллективе. За минувшие сутки в регионе выявили 319 случаев новой коронавирусной инфекции, 14 человек погибли. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 72 205 человек. Плавится асфальт, люди падают в обморок, а на уличных термометрах – невероятные показатели. Это лето в Волгограде выдалось особенно жарким, 40-градусным пеклом, уже никого не удивишь. Впрочем, синоптики в один голос утверждают – никакой аномалии, все в пределах обычных значений. Как горожане выживают под палящим летним солнцем, расскажет Марина Забучко. Палящее солнце и обжигающий сухой ветер. Такая погода на территории Волгограда сохраняется уже несколько дней. Температура за 40 и на уличных термометрах все 60. Волгоград сословно в Сахаре – жарко и душно. В Волгограде очень жарко, а в средние акты еще жарче. Я вообще не очень, но дома сижу под кондиционером, поэтому... Сейчас вышло прям пустыня. В пустыне 200 градусов – вообще невозможно. Погода жарко, но будем терпеть. Мы живем в Волгоградских и Астраханских областях. Я с города Знаменск приехала сюда. Погода ничем не отличается. Но некоторых такая погода не то что пугает, радует. Везде ищут только плюсы. Очень жарко – можно на пляж или домой под кондиционер попить вкусный чай или почитать любимую книгу. Для меня жара и такой воздух теплый, степной. Это мой воздух с детства. Так что мне это нравится. Я очень люблю жару. Я, наверное, в той жизни была африканкой. Мне хорошо. Никак. Мы уже привыкли к такой жаре. Мы охлаждаемся, на Волгу ходим. В бассейн. У каждого жителя жаркого Волгограда свои методы, как пережить августовскую жару. Кто-то плавает в Волге, кто-то охлаждается в прохладном офисе, но все убеждены в одном. Перед выходом на улицу нужно обязательно надеть головной убор и запастись водой. Одевать шляпу, как я, например, ходить по тенечку и пить больше воды. И самое главное, не терять оптимизма, что все это скоро закончится. Под кондиционером дома много воды пить и все. Не высовываться, главное, на солнце. Больше воды, больше движения, меньше сидеть под сплит-системами и адаптироваться к погоде. Носить головной убор, естественно, в очки. Очки одевать солнцезащитные, потому что на клетчатку ультрафиолет негативно влияет. Ну и воду пить. Но страдать волгоградцам осталось недолго. Уже в эту среду столбик термометра днем покажет более приятные плюс 33, а ночью температура опустится до 23 градусов. Настанет очередная передышка от пекла. Марина Забучко, Анатолий Чернышев, телеканал «Волгоград-1». Готовься они летом. В регионе продолжается подготовка объектов коммунального хозяйства и социальной сферы к зимнему периоду. На сегодняшний день готовность инженерных сетей, котельных и многоквартирных домов составляет 60%, почти на 20% выше плановых показателей. Подготовка к отопительному сезону стартовала в Волгоградской области заблаговременно. Во всех муниципальных образованиях действуют оперативные штрафы, специалисты проводят плановый ремонт и профилактические мероприятия. На сегодняшний день к зиме готовы более 7 тысяч многоквартирных домов, 301 котельная, более 140 насосных станций. Коммунальщики заменили более 32 километров ветхих тепловых сетей, почти 100 километров изношенных водопроводных труб, 54 километра аварийных канализационных коммуникаций. На подготовку региона к осенне-зимнему периоду из бюджета выделено более миллиарда рублей. Совместную работу координирует специальная межведомственная комиссия. Одновременно в Волгоградской области проводится формирование аварийного запаса топлива и материально-технических ресурсов. Далее наш эфир продолжает оперативная сводка происшествий от сотрудников пресс-службы ГУМВД России по Волгоградской области. Вчера в полицию обратился житель Калачевского района. Мужчина сообщил, что из гаража неизвестный угнал автомашину ВАЗ 10-й модели. В результате проведения разыскных мероприятий инспекторы областного отдельного батальона дорожно-патрульной службы остановили автомобиль в Светлоярском районе. За рулем находился 17-летний подросток. Молодой человек был доставлен в отдел полиции, а автомобиль возвращен законному владельцу. Сейчас по данному факту проводится проверка. В городе Волжском за сбыт наркотиков полицейские задержали восьмерых местных жителей. По версии оперативников, 18-летний ранее судимый Волжанин создал интернет-магазин на запрещенной торговой площадке и привлек своих знакомых, которые выполняли функции фасовщиков и курьеров-закладчиков. Проведены обыски по местам жительства подозреваемых, а также с применением служебно-розыскных собак обнаружены более 50 тайников с наркотиками, расположенных в городе Волжском. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, им грозит до 20 лет лишения свободы. И снова мошенники. Крупной суммой лишилась учитель из Жирновского района. Желая получить прибыль от торговли на бирже ценных бумаг, она перевела частями более 2 миллионов рублей неизвестному, который пообещал ей оказать брокерские услуги. Обещанной выгоды женщины так и не дождалась, а мошенник перестал выходить на связь. Сейчас оперативники устанавливают личность и местонахождение преступника. Уважаемые граждане, не верьте всему, что сообщают вам незнакомые люди, и не переводите им свои сбережения. Будьте бдительны. На озере рядом с Левяжьей поляной в Волгоградской области начали цвести лотосы. Такое явление происходит каждый год в период с августа по сентябрь, рассказывает Валентина Конышева. Лотос орехоносный – один из самых красивейших краснокнижных цветов, который можно увидеть не только в Астраханской области на Дальнем Востоке, но и нас, в Волгах, Тубинской пойме. В наш регион редкий древний цветок, почитаемый еще у буддистов, попал случайно. Местный житель засадил водоем с семенами лотоса почти 15 лет назад. Да, эта популяция здесь существует, отмечается специалистами с 2007 года. За это время, за 14 лет, она выросла практически в 30 раз. То есть, это была площадью популяции примерно 50 квадратных метров. Сейчас это уже практически полторы тысячи квадратных метров занимает такую часть водоема. Цветок лотоса в нашем климате чувствует себя комфортно и даже охраняется государством. Несмотря на это, высаживать это редкое и, в общем-то, неприхотливое растение самовольно нельзя. Несмотря на то, что орехоносный лотос занесен в Красную книгу, собирать его семена и распространять на территории региона, жителям категорически запрещено. Он является агрессивным сорняком, который попросту вытесняет местную флору. Есть у лотоса орехоносного и своя уникальная особенность, которую выявил в свое время немецкий ученый. Листы растений остаются чистыми в любую погоду. То есть, если на растение попадает капелька, то она, видите, получается, не покрывает его поверхность полностью, а скатывается в кружочек. И это связано именно с тем, что поверхность листа с внешней стороны покрыта восковым налетом. Этот восковой налет настолько плотный, что при попадании на него влаги он сразу смывает всю пыль. То есть, и растение всегда остается чистым. И вот в философии Востока, азиатской, его символизирует как символ чистоты и духовности. В этом сезоне водный лотос зацвел в конце июля. Сейчас пик цветения, но местные жители заметили, цветов стало гораздо меньше. С чем это связано, пытаются выяснить ученые. В этой ситуации мы разберемся, поизучаем, с чем же это связано, возможно, с какими-то климатическими изменениями. Многие волгоградцы в погоне за красивыми и редкими фотографиями невольно могут повредить цветок. Поэтому специалисты предупреждают, срывать водяной цветок не стоит, лучше просто любоваться им. Мы знаем, что лотоса срывать нельзя, они занесены в Красную книгу. Что очень важно, чтобы цветок оставался в природе, для того, чтобы созревало семя, которое падает в воду и в дальнейшем продолжает свой род и цветок продолжает расти. Сотрудники парка внимательно следят за состоянием водоема и занимаются благоустройством территории. В прошлом году здесь появилась экологическая тропа и два спуска. Совсем скоро около озера установят две беседки, чтобы люди смогли укрыться от палящего солнца. В следующем году специалисты планируют уложить пешеходные дорожки. Валентина Конышева, Вадим Шабанов, телеканал «Волгоград-1». С момента начала летней оздоровительной кампании более 16 тысяч юных волгоградцев посетили загородные лагеря. Летние смены прошли более чем в 20 местах летнего отдыха. Лет – время развлечений и отдыха для детей. Всё больше родители стремятся отправить своих детей в летние лагеря. На данный момент в большинстве лагерей Волгоградской области проходит уже третья смена. Для ребят подготовлены интересные программы. Самыми популярными направлениями являются научные, патриотические, спортивные и исследовательские смены. Так, в центре «Одарённых детей волна» с 1 августа началась смена для спортсменов и художников. Её посетили 150 талантливых детей Волгоградской области, которые стали победителями и призёрами различных соревнований. Более 70 юных художников изучают 5 направлений программы «Мир искусства». По традиции пройдут курсы живописи и рисунок «Основы керамики». Преподаватели ВГСПУ будут тщательно следить за успехами своих подопечных. Параллельно с художниками юные футболисты и дзюдоисты будут проводить тренировки, на которых улучшат свою физическую подготовку. А показать свой талант они смогут на соревнованиях. Отметим, что благодаря нацпроекту образования соревновательные лагеря этим летом смогут посетить свыше 23 тысяч школьников. Волгоградка Екатерина Борзунова – мастер уникальных авторских кукол. В её коллекции свыше полутора тысяч экземпляров, каждый из которых – шедевр вручной работы. О том, как создаются домовые, принцессы и другие сказочные герои, мастерица рассказала нашему корреспонденту Ксении Колосковой. Хранитель дома – дедушка домовой с неизменной связкой баранок, величественная бояриня в шубке и богатом кокошнике, девочка в чепчике – это лишь несколько из более чем тысяч творений волгоградской мастерицы Екатерины Борзуновой. Екатерина признаётся, её творчество началось с рождения детей, с желанием сделать для них удивительные волшебные игрушки. Одежду и аксессуары для своих кукол мастерица тоже делает сама. Раньше на работу только над одной куклой уходила до нескольких недель. На данное время я могу сказать, что маленькая кукла занимает около день-два. Я три года к этому ушла, к такой скорости. Такая кукла, если очень большое количество вышивки, занимает около недели в среднем. И вот такая куколка от трёх до семи дней. Личико и ручки полимерная глина запекаемая, потом идёт роспись с акриловыми красками. Также кукла сделана по каркасу, экзоскелет. То есть она полностью подвижна. Потом идёт формирование тела синтепухом, обшивка тканью и уже создавание костюма. Домовёнок, я думаю, что он очень распространённый. У меня тоже их много разных видов. Это и белые домовые, седые, и тёмненькие. Ну, хранитель дома. Потом это русские, из коллекции русских кукол. Костюмы были выбраны из интернета, из каких-то репродукций картин, книг. Это уже более фантазийная куколка, то есть она создавалась из головы, образ из головы. То, что хотелось видеть, то и сделала. Личико также свободная тема и костюмчик. У каждой куклы свой образ, своё выражение лица и свой характер. Двух совершенно одинаковых нет. Некоторых кукол, которых так и называют портретными, Екатерина делает по фотографиям и одевает в нарядные костюмы. А некоторые образы, лица, наряды и аксессуары приходят к ней сами. Сначала приходит образ. Зависит от погоды, от каких-то эмоций, от впечатления днём, может быть, недели, от времени года. Вот всё это влияет на создание образа, всё это навевает. Можно увидеть осенний листик и создать куклу в осеннем антураже. Такие куклы не просто красивая игрушка или предмет интерьера, а произведение искусства со своими особенностями, удивительными деталями и настроением. Любая из них может одним своим присутствием изменить обстановку. Даже я не удержалась и сфотографировалась с этими чудесными красавицами и красавцем. Ксения Колоскова, Анатолий Чернышёв, телеканал «Волгоград-1». И в завершении новости спорта. Дублёры волгоградского ротора сыграли поединок второго тура в рамках первенства ФНЛ-2. Наша команда встречалась в Майкопе с местным коллективом «Дружба» и сумела одержать победу. Подробности в сюжете Константина Родионова. Сделали нужные выводы. Именно так можно охарактеризовать игру ближайшего резерва волгоградского ротора в выездном матче второго тура первенства ФНЛ-2 против «Майкопской дружбы». В стартовом туре волгоградцы уступили «Анжи-03». И в Майкоп наша команда отправилась в полной решимости набрать первые очки. Что в итоге и получилось. Всегда рад приезжать в Майкоп. Играл здесь как футболист. Прекрасный условий, прекрасный стадион, поле шикарно. Первый тайм прошел довольно скучно, без обилия голевых моментов. Точнее, за их редким исключением. А во второй половине сини-голубые сумели взломать оборону хозяев поля. Правда, первый гол наш изобили с пенальти, который реализовал Николай Кузнецов на 49-й минуте. Но это дело не меняет. Хозяева поля, естественно, попытались восстановить равновесие. Однако создать более-менее серьезный голевой момент у дружбы не получалось. И к середине второго тайма сложилось впечатление, что победу молодые волгоградцы не упустят. А когда за 10 минут до окончания поединка адыгейцы остались в меньшинстве, за второй горчичник отправился в раздевалку Ислам Пеков, то сомнений в положительном исходе не осталось и вовсе. За 5 минут до финального свистка наша команда усилием вышедшего на замену Дмитрия Михайлова поставила окончательную и победную точку. 2-0. И небольшой пример для старших братьев, которые пока не могут порадовать преданных болельщиков победы во втором по силе дивизионе. После двух туров «Ротер-2» занимает 9-е место в турнирной таблице группы 1, первенства ФНЛ-2. Следующий матч коллектив Алексея Жданова сыграет 7 августа на своем поле против молодежки в Улья-Кавказской Алании. Константин Родионов, телеканал «Волгоград-1». Далее прогноз погоды спонсору ОВДЦ «Медицинский центр». 20 лет безупречной работы, мировые стандарты качества и надежности. Срочный ПЦР-тест на COVID-19 в лаборатории ВДЦ с выдачей результата в тот же день. Выдаем справки на русском и английском языках. Запись по телефону 300-911. Сегодня ночью и завтра днем по области Волгограде ожидается переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер северный, северо-западный 6-11 метров в секунду. При грозах порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 23-25, днем 31-33 градуса выше нуля. На этом наш выпуск завершен. Следите за нами в социальных сетях и в телеэфире. Я с вами прощаюсь. До встречи.